Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня вы присутствуете на вебинаре учителей химии лицея номер 8 «Олимпия» города Волгограда. Тема нашего вебинара – организация учебного исследования в начальной школе. Сразу возникают вопросы, а почему в начальной школе исследования проводятся учителями химии? Дело в том, что по новым федеральным государственным образовательным стандартам уже в начальной школе предполагается исследовательская работа с детьми во внеурочное время. Уже первоклассники должны участвовать в исследовательской деятельности и уметь защищать ее результаты. У детей начальной школы, согласно исследованиям психологов, присутствует нагляднообразное мышление. Оперировать абстракциями они еще не способны. Следовательно, исследовательская деятельность должна быть направлена на изучение природы, то есть материального мира. Теоретические исследования еще недоступны детям в этом возрасте. Вместе с тем, дети начальной школы очень легко запоминают новые слова и термины, если, конечно, смысл их им понятен. Значит, исследовательскую деятельность можно использовать для формирования понятийного аппарата школьника. Именно с целью занятий исследовательской деятельностью и был создан нами курс для младших школьников, который называется «Путешествие в удивительный мир веществ». Программа этого курса является экспериментальной. Она дополняет основную базисную программу начальной школы «Окружающий мир» по разделу «Как мы изучаем окружающий мир» и подразумевает более детальное знакомство с различными веществами. Программа рассчитана на учащихся 2-3-4 классов и направлена на обеспечение преемственности в обучении естественным дисциплинам. Содержание программы нацелено на формирование представлений об окружающем мире, основ физических и химических знаний, необходимых повседневной жизни школьника и освоение навыков безопасного обращения с веществами. Содержание программы расширяет представление учащихся о явлениях, происходящих в природе, повседневной жизни, знакомит с различными веществами и процессами, формирует интерес к науке. Изучение данного курса актуально в связи с потребностями младших школьников разобраться в многообразии явлений, происходящих вокруг. Так как ребенок с рождения окружен различными веществами, то должен уметь обращаться с ними. Он может познакомиться с доступными для детского возраста химическими явлениями и законами, научиться проводить первые в жизни опытные. Актуальность данной программы обусловлена также и ее практической значимостью. Дети могут применять полученные знания и навыки в повседневной жизни. В основе развития раннего интереса к науке и творческих способностей лежат два главных вида деятельности учащихся. Это творческая практика и изучение теории химии. Ценность необходимых для творчества знаний определяется прежде всего их системностью. В основе всех наук о природе лежат наблюдения. Они пробуждают воображение, фантазию, рождают мысли, учат задавать вопросы природе на языке науки. Целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого материала основным методом обучения выбран химический эксперимент, который сочетается с домашними практическими работами, сформулированными в виде кулинарных рецептов и творческих проектов. Этот курс «Путешествие. Удивительный мир веществ» общим объемом 33 часа может изучаться во 2, 3 и 4 классах начальной школы в течение одного учебного года. То есть 1 час в неделю. Или наоборот, может быть разделен на 3 учебных года в начальной школе. Ну, например, 11 часов во 2 классе в цикле уроков тела и вещества. 11 часов в 3 классе в цикле уроков вода и вещества пищи. И 11 уроков в 4 классе в цикле уроков витамины, химические реакции, происходящие с веществами. Сейчас поменяю микрофон. Хочется сказать, что прежде всего обучение, которое мы предлагаем ребятам, должно быть проблемным. Оно должно содержать элементы самостоятельной исследовательской практики. Организовать его довольно сложно учителю. Это требует очень много труда и, конечно же, умений организовывать учебные исследования. Но если все это организуется грамотно, то у ребенка будет складываться, естественно, научность и мышление. Он сможет сделать выводы из наблюдаемых фактов, сформулировать гипотезу, проверить ее с помощью эксперимента и проанализировать полученные данные. Дети в начальной школе еще не вышли из возраста «почемучек». Поэтому каждое «почему», которое говорит ребенок, может стать проблемой очередного исследования. Все учебные исследования мы разделили на три этапа. Вот назвали его обучающим циклом. Сейчас на слайде вы видите первый этап нашей работы. На этом этапе ребята еще не проводят исследования. Мы подготавливаем их к этой работе. Учитель должен, прежде всего, заинтересовать какую-то тему. Мы покажем чуть позже, как это делается. Описывает конкретные задания, процедуру которой должен выполнить учащийся. Для ребят начальной школы это очень важно. Объяснить им, что конкретно в данный момент они должны сделать. Для этого существует еще руководство по проведению опытов и результаты, которые они должны получить. На первом этапе они еще, еще раз говорю, не проводят исследования. Вот сейчас на слайде вы видите две картинки, на которых изображен активированный угол. Ребятам предлагается посмотреть на эти картинки. И они должны понять, что показаны таблеточки угля и внутреннее строение угля. Мы более внимательно рассматриваем строение угля под электронным микроскопом. Ребят интересует это строение очень. И они в последующем могут проводить исследования по адсорбции угля. И могут объяснить, каким образом, почему уголь может адсорбировать самые разные газообразные вещества. Вот это первый этап, когда просто они рассматривают строение в микроскоп и на картинках. Еще есть такая у нас работа, когда мы ребятам предлагаем два образца сока. Один сок натуральный, а другой с красителями, консервантами и усилителями вкуса. И они должны проверить, какой же из соков является натуральным. Для этого они щепотку соды добавляют в стакан с соком. И если появилось темное окрашивание, кирпично-коричневое или даже черное, то сок натуральный. Ребятам предлагается сделать то же самое дома, попробовать на каких-то соках, компотах, которые покупают родители. Еще один слайд привлечь мы можем, ребят, каким образом мы на нашем сайте, нашего лицея, можем проводить всякие опросы самые разные. В том числе мы можем спросить, например, у всей школы, какие соки, например, они предпочитают пить. Вот вы видите у нас на сайте такой опрос 2D провели. И когда мы видим результаты, то по этим результатам мы уже можем выбрать, в данном случае ребята выбирали сок, который можно анализировать. Тот сок, который чаще всего пьют ученики нашего лица. Очень часто для того, чтобы привлечь внимание ребят начальной школы, мы используем рекламу. В данном случае программа нам не позволяет их показать. Но все вы видели наверняка, вот сейчас у нас логотипы самых разных рекламных роликов, самого разного молока. Мы включаем эти ролики, ребята смотрят одно молоко, рекламируют как самое лучшее, второе, третье, четвертое. Так какое же молоко на этих рекламах все-таки самое лучшее? И тогда у ребят возникает вопрос, давайте проверим, какое же молоко лучшее. До этого мы уже могли с ними определять белки, жиры, углеводы. И эти рекламы как бы наталкивают нас на мысль о том, что все-таки нужно выбрать молоко самое лучшее. Дальше вот у нас есть такая работа, когда ребята изучают плотность жидкости и твердых веществ. На картинке, которую мы предлагаем ребятам, показаны жидкости самые разные, которые, я показываю, чуть-чуть отличаются друг от друга. Это мед, вода, растительное масло и спирт. На картинке видно, как резиновый шарик остается сверху на поверхности спирта, если его опустить в эту баночку, помидорчик, макаронина и шуруп, который упал на дно этого сосуда. Когда ребята смотрят на эту картинку, им сразу хочется это повторить. Почему возникает вопрос, почему шуруп упал, а резиновый шарик остался на поверхности спирта? И тогда мы с ребятами берем эти жидкости. Вот вы видите, как ребята работают, еще и молоко у нас было. Ребята берут жидкости одинакового объема, вот они их отмеряют в специальных мерных стаканчиках. Потом вот у девочки видно весы, одинаковые объемы разных жидкостей взвешиваются. И ребята заносят показания весов в специальные таблички и видят, что одинаковые объемы разных жидкостей весят по-разному. Это наталкивает их на мысль, что одни жидкости чуть плотнее, другие менее плотные. Они сами произносят слово плотность, таким образом понимая, что это такое. И потом мы делаем прибор, в котором налиты разные жидкости, и туда мы опускаем самые разные предметы. И можно даже вычислить плотность тех жидкостей, которые у нас есть. То есть мы имеем массу и объем, можно посчитать плотность. А если твердые предметы зависают на определенной жидкости, то можно говорить, что плотность какого-то предмета больше, допустим, чем у масла, но меньше, чем у воды и так далее. И эта работа представлялась на конкурсе научных работ районов. Ну вот, еще мы исследуем оживательные резинки. Это тоже ребятам очень интересно, потому что все они каждый день практически их жуют. И когда им показывается реклама оживательной резинки и показывается еще, из чего она может состоять, то ребята, конечно же, сразу начинают говорить о том, что надо проверить, а какая же из них самая лучшая, какая будет лучше по вкусу, а какая будет более полезной. И вот ребята целое исследование проводили, когда определялся качественный состав оживательной резинки, и мы искали среди них победителя. Вот как раз показана работа ребят, когда они жвачку проверяют на белок, на жиры даже проверили, на наличие оксилита и так далее. Далее есть у нас такая работа, когда ребятам предлагается, мы ребят знакомим с самыми разными индикаторами, с помощью которых можно проверить среду раствора. То есть они знакомятся с нейтральной, кислой и щелочной средой. Им предлагаются разные жидкости, молоко, кефир, лимонад, минеральная вода, раствор хозяйственного мыла, раствор ферри, раствор шампуня. И они исследуют среду этих растворов с помощью индикаторов синтетических, то есть бумажных индикаторов, которые есть в любой химической лаборатории. Но не всегда дома такие индикаторы есть. Ребятам очень интересно, а как же сделать такой индикатор дома? И вот это является следующим почему, и чуть дальше мы покажем, как мы изготовляем на следующих этапах уже свои индикаторы. Очень часто в своей работе мы используем модели каких-то объектов или молекул. Ну вот очень популярно у нас шаростяжневые модели. Мы на доске показываем ребятам слайды разных молекул, простых и сложных. И они строят эти модели молекул из шариков и палочек. И выясняется, что одни молекулы состоят из одинаковых атомов, другие из разных атомов. И потом, впоследствии, мы будем с ними, с этими моделями работать и говорить, как из каких-то сложных веществ получаются другие вещества. В химии, конечно, мы изучаем химические процессы. И химический процесс отличается тем, что очень часто происходит изменение цвета вещества во время химической реакции. Вот в данном случае мы ребятам показываем, как происходит, как показывают нам на телевидении рекламу средства ВАНИШ. Им предлагается испачкать бинт, испачкать с помощью щелочи и фенолфталиина. И потом с помощью кислоты это пятно исчезает. Потом оно исчезает. Конечно же, сразу становится интересно, куда же делся красный цвет, почему исчезают цвета, и вообще откуда цвета берутся. Вот далее мы с ребятами делаем очень интересные работы по получению самых разных цветов. Тоже такая работа у нас была научная. Дальше, когда ребенок... Конечно, у нас очень большая база вот таких разных заданий с ребятами, работ с ребятами, когда мы пытаемся ребят заставить спросить нас что-то. То есть выводим их на вот это почему. И дальше потом можно уже делать с ними научные исследования. Мы приступаем ко второму этапу. Конечно, ребята в начальной школе самостоятельно полностью выполнить какое-то исследование еще не могут. Но наша задача направлять их на формирование понимания того, что они делают. Ненавязчиво мы предлагаем им сделать какие-то эксперименты, из которых они сами потом будут делать выводы. Дальше мы подводим их к формированию знаний, основывающихся на этих опытах. Самое главное, что ребята должны сравнивать результаты самых разных опытов. И еще очень важно в начальной школе, чтобы каждый ребенок... Ребята у нас сидят в парах. Мы работаем с половинкой класса. Ребята обязательно должны озвучить результаты своего опыта, своего исследования. Дело в том, что опыта иногда мы сами так делаем специально, чтобы на разных столах получались разные результаты. И вот ребята обязательно должны озвучить результаты, сравнить их и понять, что же происходит во время какого-то эксперимента. Ну и естественно, что мы только осуществляем руководство, но не вмешиваемся в работу ребят. На третьем этапе обучающего цикла мы продолжаем оказывать помощь ребятам в углублении понимания того, что перед ними происходит. Они должны обязательно связать понятия, которые они только что изучили, с теми, которые они уже где-то в природе, в жизни, дома уже видели. Найти похожее, схожее с тем, что происходило в классе. И, конечно, когда мы какой-то новый эксперимент проводим, ребята пользуются знаниями, которые они получили до этого. То есть обязательно нужно применить ранее полученные знания в новых ситуациях. Вот сейчас вы видите следующий этап работы ребят. Когда они у нас знают, что может меняться цвет, им предлагается набор самых разных реактивов. Не обязательно ребятам знать, какие реактивы перед ними стоят. Реактивы безопасные, концентрации очень маленькие, до 5%. Ребята должны капельным методом, беря разные вещества, получить 7 цветов радуги. Вот вы видите конечный результат. Они нашли пары веществ, с помощью которых можно получить цвета радуги. Это их очень увлекает. Они изучают признаки химических явлений. Один из признаков это изменение цвета. И они, получая вещества, понимают, что если встречаются какие-то два вещества и получается новый цвет, значит, это появилось новое вещество. Потом мы рассматривали краски, которыми ребята рисуют на рисовании и тоже пытались понять их природу, смешивали их и понимали, что если краски смешивают, это не обязательно химический процесс. Дальше мы с ребятами на первом этапе выращиваем кристаллы. Кристаллы из обычных солей. Из поваренной соли хлорида натрия и берем сульфат меди, медный пупорос. Кристаллы получаются очень красивыми. Но затем им показываются картинки с совсем другими кристаллами, не похожими на те, которые мы рисуем. И вот ребята на уроке получают кристаллы. Вы сейчас видите дендритные кристаллы, которые вырастают в течение нескольких минут. То есть они приобретают новое знание. Они понимают, что кристалл не только можно вырастить, не только тот, который растет в несколько дней, а еще можно получить его в течение нескольких минут. Вот вы видите сейчас такие кристаллы. И металлические кристаллы из меди тоже выращивали мы с помощью хлорида натрия и железных болван. Медных болван. Далее ребята переносят свои знания как-то в другую ситуацию. Здесь они в начальной школе рассматривают в курсе окружающий мир, рассматривают, как йод действует на срез картофеля. И узнают, что синяя окраска появляется у йода из-за того, что в картошке есть крахмал. Вот мы им предлагаем крахмал в чашке Петри и даем раствор йода. Они капают, видят, что цвет становится фиолетовым. И им предлагается проверить, а можно ли обнаружить крахмал, если он в жидкости. Крахмал растворяется в воде, они сами это делают и проверяют, появляется ли такое фиолетовое окрашивание, когда крахмал в растворе. Вот они проверили и выяснили. Да, действительно, фиолетовое окрашивание появляется. Дальше. Потом, впоследствии, они смогут обнаружить этот крахмал не только в сухих каких-то продуктах, но еще и в жидких, например, молоке, йогурте, мороженом и так далее. Далее вы видите слайд, когда ребята делают мыльные пузыри и наполняют их разными газообразными веществами. Мы рассказывали им о том, что существуют самые разные газообразные вещества, мы делали их молекулы, но только мы не знали, какие из этих газов тяжелые, а какие легкие. Вот на этом уроке ребята, наполняя мыльные пузыри разными газами, видят, как одни пузыри подниматься, начинают вверх, а другие падать вниз. Таким образом, они могут сказать, какие газы у нас являются тяжелее, будут тяжелее воздуха, а какие легче воздуха. Это занятие им очень нравится. Потому что оно связано еще с игрой, с этими мыльными пузырями. Мы получали водород, углекистый газ и кислород. Дальше вот как раз работа с индикаторами. Мы ребятам предложили размять ягодки самые разные. Мы брали вишню, лимон, клубнику, облепиху. И размятые ягодки мы опускали в воду, делали раствор, потом его фильтровали. Это тоже дает ребятам возможность обучаться вот таким экспериментальным методом. А потом в эти растворы мы предлагали им капнуть щелочью или кислотой. Или теми растворами, которые мы исследовали на наличие там среды, кислой или щелочной. В результате цвет растворов соков становился или красным, или синим, или зеленым. И тогда ребята понимали, что растворы ягод являются настоящими индикаторами. В результате ребята сами предложили, и мы выполнили такую работу, когда соками растений разных, ягод была пропитана бумага. Эта бумага высушивалась, разрезалась на полоски. И мы на последующих уроках с ребятами использовали эти индикаторы, изготовленные, собственно, ручно использовали для определения реакции среды. Тоже эта работа у нас была научной такой, и мы выступали в детском конкурсе для ребят начальной школы в нашем районе. Далее хотелось бы вам показать, хотелось бы вам показать проект, где ребята, фрагмент его, где ребята исследовали качество меда. Проект назывался «Честный мед». Честный мед. Выполняли его учащиеся второго класса. В этом проекте ребята определяли, находили примеси воды. В меде делается это очень просто. На бумагу фильтровальную капается капелька меда. Ребята смотрят. Если вокруг капельки меда появляется полоска воды, мокрая полосочка, то это означает, что мед растворялся водой. Если такой полоски нет, как вот сейчас на слайде, то мед не разбавлялся. Ребята определяли также примеси, находили примеси мела в различных видах меда. Мы прибавляли несколько капель уксуса к раствору меда. И если появлялось вспенивание, шипение, то это означает, что в меде есть мед. Но те образцы, которые мы брали, в них мел обнаружен медом. Далее мы определяли наличие крахмала или муки. Для этого достаточно одной капельки йода. Это уже знания ребят на предыдущих уроках они используют. И если появляется посинение, то значит в мед был добавлен крахмал. Значит цвет в наших образцах не изменился. Значит ребята сделали вывод, что крахмала там нет. Дальше определялось содержание патоки в меде. Патока это продукт, который получается при производстве сахара из сахарной свеклы. Вот то, чем промывается сахарная свекла, то, что смывается, и то, из чего потом сахар уже не делают, патока. Вот ее очень часто добавляют в мед. Если к меду добавить, к раствору меда добавить хлорид бария, то появляется мутное такое окрашивание. Так вот, тот мед, который мы купили в магазине, показал нам как раз такое мутное окрашивание. И это означало, что там есть следы патоки. Еще одна работа проектная, которую мы выполняли с ребятами, и которая им очень понравилась, это анализ разных сортов мороженого. Мороженое мы брали самое разное. В данном случае вы видите ломбир и фруктовое мороженое. Ну, тоже фрагментик вам покажем небольшой. Вот ребята обнаруживают у нас белок в мороженом. Белок обнаружился только в пломбире, так как фруктовый лед изготовляется без молока. Хотя иногда в некоторых сортах мороженого фруктового белок обнаруживается, потому что красители, которые используются для изготовления мороженого, если оно не из натурального сока сделаны, а не белкового происхождения, и реакция на белок в фиолетовый цвет появляется. Вот вы видите как раз фиолетовый цвет. Дальше ребята обнаруживали углеводы в мороженом. Это качественная реакция с гидроксидом меди. При нагревании появляется характерное оранжевое окрашивание. Вот вы его сейчас видите. Конечно же, любая работа, которая проводится ребятами на уроке, это кратковременное исследование, поэтому мы очень часто проводим коротенькие экспресс-исследования. Эта форма организации предполагает массовое участие детей. И тут могут и одаренные ребята такие эксперименты делать, и ребята, которые к этой категории не относятся. Суть экспресс-исследования сводится к тому, что дети оперативно проводят кратковременные исследования по предложенной тематике. Самое главное, это, конечно же, все темы наши эмпирические, потому что мы проводим наблюдения и эксперименты. Конечно, для ребят эмпирические исследования более значимы и доступны, но они, конечно, сложны для подготовки самого педагога. Вы видели, какое количество оборудования мы используем. К каждому уроку, раз в неделю такой урок проходит, к каждому уроку нужно, конечно, продумать какой-то эксперимент, продумать, как ребята выйдут на какие-то вопросы, как они смогут провести сами исследования. Это довольно сложная и ропотливая работа. Тема, конечно, должна быть интересной ребенке, она должна быть связана с его жизнью, должна его увлекать. И тема, конечно, должна быть выполнима. Если мы задумываем какой-то эксперимент, который ребята не смогут сами сделать и не смогут сделать какие-то выводы, то такой эксперимент лучше с ребятами начальной школы не проводить. Тогда он будет просто бесполезным. Каждый ребенок должен понять, что он делает, и каждый ребенок должен обязательно это где-то суметь применить, понять, для чего это нужно. Для чего это нужно. Я сейчас слово передам Марине Васильевне. Ну и в заключение. Что же в заключении? Ну, таким образом, получается, что обучение – это уже не репродуктивная, а творческая деятельность. И тогда в этом обучении уже есть все, что способно увлечь, заинтересовать, ну, побудить жажду познания ребят. Конечно, искусство педагога при проведении этой работы в том и состоит, чтобы подвести ребенка к такой проблеме, выбор которой он считал бы своим выбором. То есть нужно ребеночку так представить проблему, чтобы он подумал, что он сам выбрал ее. И главным смыслом исследования в сфере образования является то, что оно именно учебное. Это означает, что его главная цель – развитие личности, а не получение объективного нового результата, ну, как это обычно бывает в большой науке. Цель исследовательской деятельности – это приобретение учащимися функционального навыка исследования, как универсального способа освоения действительности. Развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. Ну, то есть самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми. Конечно, для того, чтобы заниматься такой работой, нужен специальный кабинет, оборудованный безопасным. Эксперименты должны быть безопасными. Должен быть вытяжной шкаф, должны быть приборы для нагревания, которые являются для ребят безопасными. Если мы работаем с ребятами второго класса, то, конечно, нагревать что-то мы должны обязательно сами. Показываем ребятам какой-то эксперимент, если нагреваем, то мы сами это делаем. Конечно же, хотелось бы, чтобы учитель, который этим занимается, был творческим. Потому что все эти эксперименты, которые мы проводим, мы сами находили по крупицам в самых разных источниках в интернете, из опыта собственного. И в результате у нас сложилась программа, программа, которая нам... Сейчас мы к содержанию вернемся. Покажем вам слайд по содержанию. Я немножечко расскажу, что конкретно мы там с ребятами делаем. Вот когда мы изучаем тела и вещества, здесь, конечно же, много моделей, молекул самых разных. И ребята на уровне атомов и молекул понимают, что мир наш очень-очень сложен, и он очень многообразен. Когда мы изучаем воду и растворы, то здесь еще мы учимся с ребятами разделять разные смеси. Мы показываем им, что все вещества обладают разными свойствами. И зная хотя бы одно отличие между веществами, всегда можно разделить. Можно показать, где вещество одного свойства, где вещество другого свойства. Если мы изучаем газообразные вещества, вот я показываю вам фрагмент, когда мы получаем газообразные вещества, самые разные, и чтобы ребята их увидели и смогли понять, что они друг от друга отличаются, мы надуваем им мыльные пузыри. Это можно, конечно, делать еще и в домашних условиях. Какие-то эксперименты можно делать в домашних условиях. Когда мы изучаем твердые вещества, здесь мы изучаем физические и химические явления немножко, хотя у нас тема еще такая есть отдельно. Твердые вещества изучаются ребятами начальной школы как с помощью химических явлений. Здесь мы выращиваем с ребятами кристаллы. Кристаллы самые разные. Потом они их могут брать домой, показывать родителям, делают какие-то экспозиции, они их покрывают лаком, и они занимают место на их столе дома. Вещества пищи. Здесь самый большой раздел. Мы изучаем с ребятами свойства веществ, а потом, когда изучаем пищу, то мы пытаемся в самых разных продуктах найти твердые и жидкие вещества, которые там есть, и проделать качественные реакции на белки, жиры, углеводы и какие-то соли. У ребят начальной школы это очень здорово получается. Особенность их заключается в том, что они очень здорово запоминают самые разные слова. Они легко могут говорить сульфат, хлорид, нитрат. То есть дальше, в дальнейшем при изучении химии им это все очень пригодится. Когда мы изучаем витамины. Это тоже тема ребят очень увлекает, но определить сложные формулы витаминов, витамины – это органические вещества с огромными молекулярными формулами, мы учим их находить витамин С в самых разных продуктах. Это соки, конечно же, и это мороженое, это разные йогурты, это конфеты, газированные напитки. Ребята это очень увлекает. Они знакомятся здесь с методом титрования. И, конечно же, дома могут легко проверить, какие есть ли в продуктах, которые они кушают, витамин С. Делается это с помощью йода и крахмала. Ну и, конечно, физические и химические явления. Это последняя тема. И вот здесь мы с ребятами пытаемся ребятам дать знания о именно химии, предметах, которые мы изучаем. Химические явления всегда нравится ребятам изучать, потому что мы видим изменения с веществами. Они их воспринимают, конечно, как фокусы, но с помощью химических явлений можно тоже отличать одно вещество от другого, даже если они абсолютно похожи изначально друг на друга. Вот таким образом складывается у нас программа. И когда ребята заканчивают начальную школу, им всегда очень хочется потом дорасти до восьмого класса и прийти к нам на уроки химии, в химико-биологические классы. Именно здесь в начальной школе мы привлекаем ребят к своему предмету и заставляем задуматься о том, как построен окружающий их мир. Наш курс является, мы уже говорили вам, продолжением или дополнением курса окружающего мира. И прежде чем делать нашу программу, мы с Мариной Васильевной, конечно же, изучили темы, которые ребята рассматривают на уроках окружающего мира. И наш курс его как бы дополняет. Мы благодарим вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, то мы сможем на них ответить. Спасибо за внимание. Мы прощаемся с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok